Здравствуйте, дорогие зрители телеканала «Робинзон». Это программа «Фоменко онлайн». Меня зовут Виктор Фоменко, 7000-4900. Наш телефон не изменился. Звоните, пожалуйста, в студию. Присоединяйтесь к обсуждению темы. Задавайте вопросы. Еще живы некоторые декабристы, еще живы воспоминания об убийствах Пушкина и Лермонтова. Герои этой книги – свидетели и участники крымской кампании. Все это составляет фон повествования, на котором развивается романтическая история любви. Любви, которая, конечно же, сметает все преграды на своем пути. Почему роман «Путешествие дилетантов» производит на моего гостя такое сильное впечатление, настолько сильное, что он его перечитывает раз за разом? Узнаем в ближайшие 30 минут в роли эксперта, специалист по государственному управлению Олег Кулинич. Олег, добрый день. Спасибо, что нашли время. Спасибо за приглашение. Напомню, у нас постоянная рубрика книги, которую мы перечитываем. Почему эти книги нас не отпускают? Первый вопрос коллегу. Автор книги – Булат Акуджава, известный советский поэт в первую очередь. Для кого-то бард, но в любом случае к прозе многие и не подозревают, что он имеет отношение. Вот как вы обнаружили, что Акуджава еще и прозаик? Помните или… Ну, наверное, все-таки действительно обнаружил, потому что интересовался его творчеством, его поэзией. Особенно говоря, конец 70-х годов, время достаточно высокой популярности Булата Шалыча. И пытаясь найти информацию о нем, где-то найти его какие-то произведения, наткнулся на информацию о том, что, оказывается, у него есть полноценные такие вот прозаические произведения. Стало любопытно, захотелось найти, прочесть. Ну и вот оказалось, что это действительно… То есть нельзя сказать, ну, гениальное произведение – это очень субъективная оценка, но очень неординарное произведение. Я немножко не понял. Книга вышла где-то в 76-м году, по-моему. Ну, она писала в 76-й, 78-й год. Да. И была издана, вот практически сразу была издана. Ну, я так понимаю, вам же тогда сколько было? Лет 10? Нет, несколько больше. Несколько больше. Ну, 15 от всего. И что, вы как книга вышла, сразу ее прочли? Ну, удалось. То есть я уже не помню, каким образом мне удалось добыть эту книгу. Скорее всего, где-то в книгообмене тогда было такое популярное движение в Харькове. То есть можно было одну интересную книгу поменять на другую. Вот. Но вот в тот период, как раз, когда по школьной программе изучался там Евгений Онегин и остальные классики русской литературы, когда говорили, рассказывали о лишних людях, вот в тот момент, с первого прочтения, вот главный герой этого произведения, Сергей Матлюв, показался мне очень ярким представителем вот этих лишних людей. И у меня тогда тоже возник некий вопрос, хорошо, вот почему вот в том перечне литературы, которая изучается, да, нет в том числе произведения Булата Акуджавы. Вот такие серьезные вопросы вы ставили. Люди читали там Жюль Верна или дочитывали уже Дюма, а вы читали. Вот этот роман, он ведь, я так подозреваю, как и все творчество Акуджавы, это интеллектуальный роман. То есть надо иметь какую-то подготовку для того, чтобы воспринять. Ну, нужно думать, нужно чувствовать, нужно, ну, может быть, что-то анализировать. По большому счету роман очень многослойный. И вот на вопрос, да, о чем это произведение, то есть можно ответить очень по-разному. То есть с одной стороны, да, вот основная все-таки линия, основная тема – это любовь. Но с другой стороны, это… На таком достаточно насыщенном событии… На историческом фоне. Да. И дело в том, что книга снималась на реальных исторических событиях, то есть прототипы весьма узнаваемы. То есть вот главный герой – это Сергей Турбецкой, изначально вот повеса, кавалергард, любимый женщин, у которого тоже достаточно… В результате была тяжелая, непростая судьба. И главная героиня, Лавиния, если в романе она Владимирская, то в жизни она, по-моему, была Жадимирская. То есть даже вот буквально, то есть Акуджава изменили… И в романе Жадимировская. Владимирская в романе, а реально в жизни Жадимировская. Значит, обрет интернет. Вот. И это реальная история, когда возлюбленные, то есть сбежали из Санкт-Петербурга, и в резолюции, вот скажем, когда их таки вернули, когда было судебное разбирательство, Турбецкой сидел в Александровском Равелине, вот. И в приговоре было написано за кражу чужой жены с ее согласием. Вот. То есть это исторический фон, это быт и императорской семьи, в том числе. И в романе много вставных глав, которые описывают, скажем так, вот Николая Первого, его окружение. Вот. Плюс ко всему, это путешествие. Это не путешествие из Петербурга в Москву, это путешествие из Петербурга в Тифлис. Это тоже очень яркие, очень живые картинки тогдашней российской и тогдашней грузинской жизни. Будем считать, что минимальная информация и реклама роману о Куджаве состоялась, потому что, напомню, главная задача ближайших уже 24 минут объяснить, в чем загадка романа, почему вас, как читателя, этот роман не отпускает. И вот здесь начнем по порядку. Сколько раз вы его перечитали? Ну, не меньше четырех-пяти раз в разные периоды и в разное время, вот, скажем так, большее внимание уделялось разным вот аспектам, граням романа. Я уже сказал, что вот первое впечатление – это был роман о лишних людях. Второе прочтение было во время службы в армии в городе Тбилиси. То есть, вспомнив, да, что герои бывали в Грузии, захотелось почитать о Грузии с точки зрения Куджава той. Потом, понятно, что было немножечко такое вот историческое, то есть, времена, опять же, перестройки, еще раз посмотреть на взаимоотношения. То есть, хотя, да, Лермонтов не является персонажем романа, но Трубецкой был его секундантом, и Метлев фактически часто его вспоминает, обращается к некоторым идеям Лермонтова. Вот. Еще один пласт романа, который по-своему интересен, то есть, главная героиня, то есть, любовь с первого взгляда, то есть, в каком возрасте может быть? Главная героиня увидела своего избранника, если не ошибаюсь, в 8 лет. И, то есть, как они пронесли… То есть, тогда он воспринимал ее, вначале, как мальчика, который забрел к нему во двор, через несколько лет выяснил… Наташа Ростова отдыхает, да? Естественно. Вот. А можно говорить о том, что Акуджава… Помним, что у него грузинские корни? Конечно. Или он грузин полностью, да? Стопроцентный. Так вот, Акуджава сделал то, что спустя лет 30 повторил Шхартиршвили. Он цитировал известные классические произведения. Ну, я не думаю, что он всерьез их цитировал. Ну, вот, начинал эту игру… Игру с… Ну, с цитатами, что ли, известными сюжетными ходами и обыгрыванием, нет? Это… Ну… Я думаю, что настолько нет. Хотя… Ну, если… У всех же в памяти, там, скажем, вот, герой Толстого… Ну, продолжать… Продолжать эту линию… То есть, здесь и барышня-крестьянка, и переодевание, там, девочек-мальчиков. Да, и гусарская баллада всплывет. Дальше можно продолжать эти аллюзии в сторону… Ну, у вас такого впечатления не было, да? У меня… Было ощущение, что это оригинальная история без никаких отсылок. Она очень цельная. То есть, я думаю, что любой читатель сможет, то есть, какие-то аллюзии увидеть. Но мне кажется, что Акуджава не ставил такой задачи перед собой. По крайней мере, они очень зашифрованные, да? Либо очень глубоко и хорошо спрятаны. Есть книги, которые хранятся у нас на специальной полке у компа. Бывает, что их можно встретить где угодно. На подоконнике, под подушкой или на кухне. Книги, к которым мы постоянно возвращаемся, открываем на любой странице и в любое время. В чем их загадка? Почему они нас не отпускают? Сегодня разбираемся, почему Олег Кулинич, специалист по госуправлению, перечитывает роман Булата Акуджавы «Путешествие дилетантов». Пожалуйста, присоединяйтесь, 7-00-49-00. Звоните в студию прямо сейчас. А вот то, что книга оказалась у вас в руках, как это произошло? Это книга родителей? Нет, это моя книга. Я ее искал и осознанно находил. В продаже? В книгообмене. То есть, просто конец 70-х – это период, когда не так много было хороших книг, не так легко было их писать. То есть, букиетическая книга? Тогда это называлось? Нет, был книгообмен. То есть, имея одну хорошую книгу, можно было прийти при некоторых книжных магазинах. Там были такие отделы, которые занимались книгообменом. Там сидел специалист, эксперт, который мог сказать, что вот эта книга условной ценности, столько-то условных баллов, и она может быть поменена на аналогичную книгу. Исходя из… Хорошо. В каком магазине вы это осуществили, признавайтесь? Вот точно не могу вспомнить. В городе было несколько ведущих книгообменов. Естественно, это был «Книжный мир». На бывшей советской. Да, да. Еще один находился совсем рядышком здесь. Это угол Пушкинская и Гиршмана. Вот, торцевой магазин. И книгообмен был в букинистике на переулке Короленко. Там, где сейчас то ли биржа, то ну какой-то паб. Вот, итак, схематичная история любви на фоне таких глобальных событий. Ну, все-таки можно ли считать, что это исторический роман? Да. Потому что вы сами сказали, что герои здесь собственно исторических личностей, главные герои выдуманы. Так ведь? Нет. Главный герой имеет реальный прообраз. То есть, и вся история, она реальна. То есть, это реальная история бегства Сергея Трубецкого с Владимией Жадимирской. Естественно, что там немножечко по-другому развивались события в реальной жизни, чем описано в романе о Куджаве. Ну, это все очень близко. Еще один из, условно говоря, главных, далеко не второстепенных персонажей романа – сам Николай I. Вот, поскольку в жизни у главного героя было несколько женщин. Одна из них, его официальная супруга – это фаворитка Николая, который, условно говоря, свою фаворитку пристроил за Трубецкого или за Метлёва. И когда, там, через уже некоторое время, когда начался разгораться роман между Метлёвым и Лавинией, то есть, когда Николай заинтересовался молодой перспективной девушкой, которая вот стала блистать в Петербурге, то есть, вот это было дополнительным спусковым прыжком, который подтолкнул любовников или вот людей, которые любят друг друга к бегству из Санкт-Петербурга. Что на людей действует, когда они читают книги? Развлекательный момент, насколько это написано живо, интересно, оригинально, и момент содержательный, что там есть какая-то собственная философия, тоже желательно оригинальная. И это, вот два инструмента, они действуют на читателя. Вот что касается развлекательной стороны, что касается такого витиеватого сюжета, я понял, что с этим всё в порядке. Что касается философии, то, что дополнительно может привлечь читателя, вот в чём она состоит, что такого утверждает автор, и насколько это нетривиально? Ну, во-первых, любовь всё победит, но это как-то простенько слишком. Здесь не настолько, хотя за любовь стоит бороться, это действительно есть. Одна из цитат в романе, то есть по поводу того, что вот любовь не должна быть там очень публичной. Также есть множество интересных идей, тем, которые, может быть, на которые не даётся однозначных ответов, но проблема, которая ставится, поднимается. То есть та же традиционная проблема отцов и детей, но в данном случае матерей и дочерей, вот, отношение Лавинии с её матерью, которая очень упорно пыталась организовать её будущее. По-своему, да? Ну, естественно. С точки зрения матери всё было понятно. То есть разгильдяй Метлёв или богатый, приспевающий там человек, у которого там хорошее будущее. То есть, ну, и то, что дочь его не любит, стерпится-слюбится. Вот. Ещё одна проблема, которая поднимается в романе, это вот между долгом, ну, где-то, да, между долгом и совестью. Потому что, когда Метлёв с Лавинии сбежали вот в Тифлис, за ними в погоню отправлен, ну, как бы сейчас сказали, там, представитель, там, спецслужб, высокопоставленный чиновник специальной службы, которой им явно симпатизировал. И, то есть, несмотря на то, что их нашёл, то есть он их не арестовал, не вернул, а даже пытался там оказывать им какую-то помощь. Зато другой чиновник-служак выполнил свой долг, невзирая ни на что. То есть это ещё одна тема, ещё одна проблема, на которую можно посмотреть с двух сторон. Ну, и всё-таки, один раз прочитать можно два, но когда вы прочли это четыре-пять раз, тут возникает вопрос, что там есть такого, что... Часто приходится слышать следующее. Я открываю какие-то вещи, на которые не обращал, не обращала внимания. Вот такой стандартный ответ. Вы повторите его? Наверное, да. Ну, вот тогда конкретно что такого вдруг открывалось? Неужели там такой густой, сконцентрированный текст, что нельзя с первого раза... Нет, текст не настолько концентрированный, хотя текст, ну, действительно, то есть речь и слог Балаташа очень хорош, очень лёгок. Вот. Но всё равно, поскольку роман не... Вот есть одномерные вещи, одномерные произведения, одна сюжетная линия и одна идея, вокруг которой всё построено. А есть многомерные произведения. И вот в разные ситуации, в разных жизненных ситуациях, в разных... То есть люди в разном возрасте обращают внимание на те или иные вещи. Ну, а если говорить о жанре немножко, может быть, точнее? Ну, исторический роман – это слишком широко. Ну, наверное. Ну, что это? Это ведь, ну... Скорее всего, не Одиссея, нет? Это мелодрама. Мелодрама? Это мелодрама, хотя в последнее время считается, да, что мелодрама – это, да, вот классический женский роман, полки, которые завалены, заставлены... То есть это, это чтиво? Любой, в любом жанре могут быть представители чтиво и ширпотреба, и могут быть очень высококлассно, высококачественные вещи. Точно так же есть низкосортные ширпотребные детективы, фантастические произведения, есть гениальные произведения. Точно так же в мелодраме есть ширпотреб, и есть действительно вещи, которые можно, не обязательно, я говорю, всем стоят, но можно пересчитать. Ну, вот прошло больше, ну, практически 40 лет прошло, еще чуть-чуть, и книги, конечно, медленнее стареют, чем, например, кино, Ну, тем не менее, насколько этот роман актуален, насколько вот эти, может быть, литературные достижения, которыми воспользовался приемы, инструменты, которыми воспользовался Акуджава, насколько они сегодня интересны. Ну, вот так, вы перечитываете, но вы уже в плену, наверное, находитесь своего первого прочтения, так ведь? Когда в 15 лет что-то делаешь, по сути дела, ты возвращаешься вот к этой памяти, вот тогда, как ты воспринял, и тебе хочется, наверное, повторить это. Может быть, но я не литературный критик, поэтому мне сложно говорить о тенденциях и литературных приемах, которые были популярны тогда и сейчас. Ну, я имел в виду, насколько актуальна эта книга сегодня, насколько она устарела? С моей точки зрения, хорошая литература не устаревает. Она может не настолько ясно и ярко восприниматься, потому что, да, меняются какие-то реалии, то есть те вещи, о которых там 20-30 лет назад все прекрасно знали, сейчас, скажем, молодежи нужно объяснять, вот, что так было и какие-то аллюзии, вот. Но, с другой стороны, то есть когда мы говорим о взаимоотношениях между людьми, о ярких, нетривиальных, необычных взаимоотношениях, то есть это было, есть и будет. Это всегда интересно, и все-таки я еще раз утверждаю, что это роман в первую очередь о любви, эта тема всегда будет кого-то интересовать. Что-то для себя выяснили нового о том времени, благодаря роману? Роман как энциклопедия, ну, в каком-то смысле. Наверное, да. Вот в романе есть, ну, так называемые, вставные главы, которые выпадают из общего сюжета, из общего контекста. Они, в первую очередь, касались вот императорской семьи, что-то касательно быта, что-то касательно вот личности, вот монарха, его семьи. То есть, возможно, да, то есть некоторые исторические анекдоты, вот реальная история, ну, которая приводится в романе. Я не знаю, была ли она на самом деле, то есть она приписывается Николаю, то есть времен его молодости, когда он встретил на улице, прогуливаясь по городу, то есть без там мощной охраны и передетым. Вот, не как, условно говоря, там императора, а просто как частное лицо. Встретил девушку, познакомился с ней, они там несколько раз встречались, она там была то ли там, музыцировала, то ли что-то еще. Вот, она его заинтриговала, он напросился к ней в гости. И когда он через какое-то время пришел к ней, служанка его не пустила. То есть на вопрос, хозяйка дома, говорит, дома, да, но вам сюда не велено. Почему? А мы императора ждем. Вот, то есть понятно, что царь в этом смысле, император, несколько обиделся, разочаровался в девушке и с ней больше не встречался. То есть, ну вот, маленькая зарисовка, по-моему, достаточно любопытная. Путешествие дилетантов, роман Булата Акуджавы. Почему мой гость Олег Кулинич перечитывает этот роман? Олег перечитал его 4 или 5 раз. В чем загадка? Если у вас есть вопросы, пожалуйста, присоединяйтесь, 7-00-49-00, телефон прямого эфира. Вот, что касается ответа на этот вопрос, есть такие варианты. Стиль, язык, художественность, тема, проблематика. Что именно производит самое сильное впечатление? Все вместе. Вот, для меня, вот, хорошее, качественное произведение должно быть многогранным. Да, то есть есть произведения, которые стоит читать вот из-за языка. То есть где-то очень мощная проблематика, где-то, там, гениальный сюжет. Вот. Здесь, наверное, вот всего по чуть-чуть. То есть нельзя сказать, что, там, слово, как у Джавы, там, на порядок выше, там, слова Толстого или, там, каких-нибудь признанных моих. Хорошо, Олег. Тогда не хотите открывать секрет и скажите, пожалуйста, как эта книга на вас повлияла? Вы что-то пересмотрели, какие-то свои взгляды? Понимаю, что этот вопрос очень некорректный, потому что искусство и литература, они действуют очень опосредованно. Но, с другой стороны, если пять раз прочесть, то, может быть, все-таки можно и признаться, что такие я, книга для меня, на меня как-то повлияла, как-то определенно. Ну, вот, вряд ли я скажу, что, там, какие-то кардинальные, там, или какие-то изменения явные, заметные во мне произошли. Наверное, ну, поступки героя, вы говорите себе, о, я тоже так могу, или нет, нет, это вообще ни на что не похоже. Нет, воровать чужих жен я пока не пробовал, наверное, и не собираюсь. Ну, а дело же не только во внешних событиях, скажем, само отношение к любви, ценность ее, выбор между комфортом и дискомфортом, но в пользу чувств. Вот такой выбор, он ведь вечен. Ну, да. Но, в данном случае, когда, вот, можно говорить о том, что, там, книга или, там, какое-то событие очень сильно повлияло, ну, знаете, когда, вот, последняя соломинка, которая переломила спину верблюда, то есть, вот, запомнится, да, последняя соломинка, но все предыдущие, они понемногу ситуацию как-то меняли. То есть, эти изменения были не очень яркими, не очень заметными. Окей, а сам сюжет, ну, не воровство чужой жены, а, что ли, попытка отстоять свою любовь, насколько для вас это близко, был ли такой сюжет в вашей жизни? Ну, вот, настолько кардинальных нет. Вот, у меня все было достаточно благополучно, ну, с нашей точки зрения, да, интересно, романтично, но не настолько критично, вот, но, с другой стороны, ну, сама по себе, вот, попытка, вот, каких-то таких путешествий или чего-то еще, то есть, может быть, это в результате, да, привело к тому, что я люблю путешествовать, но, может быть, и так. И по-прежнему очень нравится Грузия. Вот, вот, этот маршрут вы тоже проделали, который проделали герои? Ну, вынужденный, я его тогда проделал немножечко по другому маршруту, то есть, они путешествовали из Москвы, я путешествовал из окрестностей Ленинграда, да, но самолетом, поскольку это время проходило, то есть, первое путешествие во время моей службы в армии, вот, ну, а в дальнейшем он несколько раз летал из Харькова в Грузию, вот, хотя, сама по себе идея, вот, Один? Один. Или с... Один. Со своей девушкой. Ну, с моей супругой мы планируем, то есть, посетить как-нибудь Грузию в обозримом будущем. К сожалению, планы компании «Визаэр» нам в этом не способствуют, поскольку рейсы из Харькова, к сожалению, временно отложились. Скажите, пожалуйста, Олег, другие произведения Куджавы как на вас подействовали? Уверен, что вы прочли еще что-то? Я прочел, то есть, есть у него менее известный роман «Бедный Амбросимов», «Свидание с Бонапартом», но вот из прозы Куджавы, наверное, вот такое яркое впечатление на меня произвели только дилетанты, только путешествия дилетантов. Ну, а поэзия Куджавы, это... это поэзия, это тема для отдельного разговора, это действительно очень здорово. Самое сильное место в романе. Что это за ситуация? Что происходит, по-вашему? Если можно выделить, если нельзя выделить самую сильную кульминацию, ну, тогда одну из таких сцен. Несколько ярких сцен, в том числе и традиционно, да, сцена на балу, вот здесь, конечно, можно увидеть, там, аллюзию, да, с Толстым, хотя это был повод договориться о следующих встречах и о перспективах бегства. Вот. Это встреча с представителями силовых органов уже в Тбилиси, когда наши герои найдены. Вот. Ещё одна яркая встреча. То есть дело в том, что в романе и в жизни Медлёва главного героя была не одна женщина. То есть в романе описывается его четыре женщины. Вот. Вот. То есть к двум у него были серьёзные чувства, и одна из них то ли покончила с собой, то ли сбежала. Вот. Это было ещё до того, как вот разгорелся роман Славинии. И, то есть вот, да, то есть ситуация, когда главный герой обнаруживает, да, что его возлюбленная попала. То есть вот. И с очень большой степенью вероятности она покончила с собой, то есть она была тяжело больна. Вот. Ну, это тоже яркая, но по-своему тяжёлая страна. Сегодня подобная история реальна? Как Вы считаете? Наверное, да. Хотя, то есть сегодня при современной отношении к браку, то есть к огромному количеству разводов, ну, то есть отношение вот к браку сейчас совершенно другое. Потому что в те времена это было действительно, ну, чрезвычайное событие, то есть когда, то есть сбежал с чужой женой. То есть действительно... Скандал. Это был очень серьёзный скандал. Вот. Покушение на устую общества. Естественно. Причём точка, которая поставлена в этой истории, Лавини таки смогла развестись, и она приехала к Метлёву, несмотря на то, что им официально было запрещено жениться в дальнейшем. И она устроилась к нему экономкой, и они какое-то время прожили вместе. То есть это уже осталось за пределами Романа, но есть надежда, что хотя бы какое-то время они были вместе счастливы. Пусть и не мужем, и женой. Понятно. То есть, чтобы написать что-то подобное, нужно сегодня на современном материале, нужно изрядно напрячься, чтобы найти, что такое, в чём может быть скандал, что это может закрутить этот маховик. Да, вот, сила действия. То есть вот тогда нужно было решиться на вот это действие, вопреки воле императора, вопреки устоям, вопреки всему, решиться на такое ради любви. Олег, большое спасибо за интересный рассказ. Олег Кулинич, преподаватель и специалист по государственному управлению, объяснил, почему он перечитывает роман Булата Акуджавы «Путешествие дилетантов». Через полчаса итоговый выпуск новостей на телеканале «Робинзон», а наша следующая встреча завтра, как обычно, в пять вечера. Пока. Редактор субтитров А.Семкин